Написано в Талмуде, что в эти судные дни, там, на небесах, условно говоря, открывается книга жизни и смерти. Человека правильного, того, кто действительно хороший, вписывают в книгу жизни, тут же. А кто не, не совсем хороший. В книгу другую, отсутствие жизни. Теперь это тоже надо понять. Это не то, что в этот же момент негодненько прихлопнул. Ведь мы видим, как такие люди живут, и долго живут, и даже совсем неплохо живут. Смысл этого, что в этот день делается оценка духовного уровня человека. Если в нем нет ничего духовного, достойного, то он, может, и живет, но уже считается мертвецом. И точно так же и праведник. Он получает свою оценку, получает в этот день свою роль, и даже если он умрет, он считается живым. А остальные же, то есть все мы, называются середнячками. Небольшие праведники, но не последние негодники. Середнячки находятся 10 дней в подвешенном состоянии, как бы петля на шее. Но еще стоят на табуретке, ждут, когда в небесах произойдет пересмотр этого дела. И тогда в Йом-Кипур им вынесут окончательный приговор. То есть, по сути, Йом-Кипур это судный день. Знаете, может, скажем чуть подробнее. Рожа-жена, творец, устанавливает каждому человеку его судьбу на весь последующий год. Мы условно называем это суд. Но в отличие от суда человеческого, суть которого наказать человека за нарушение закона, суд божественный состоит в том, чтобы дать человеку возможность исправления. Для этого ему дается новая роль. То есть, на основе того, как он справился со своей ролью в предыдущем году, устанавливается ему новая роль в этом. А, соответственно, ей выдаются необходимые средства для ее достижения. Здоровье, деньги, должность, покой. То, что мы называем судьба. Мы говорим в молитве судных дней, как пастух перебирает свое стадо овец, так и творец перебирает людей. А как пастух это делает? Он внимательно следит за каждой овцой. И со временем знает, как ее оценить. Если она дает шерсть, жирное молоко приносит пользу. Он ее хранит и кормит. А если пользы нет, то подождет какое-то время и отправляет на убойный пункт. Поэтому и сказано в символической форме, что творец открывает книгу жизни, и смерти. То есть, новой роли. Кому дать возможность жить и развиваться? А кому жить, как мертвецу? И даже более того, кому уйти со сцены жизни вообще? Кому от воды? Кому от огня? Кому от голода? Кому от жажды? Читайте новости со всего мира. А кто переговорил к жизни? В этот день устанавливается его судьба. Кому покой? Кому скитание? Кому бедность? Кому богатство? Кто возвысится, а кто будет унижен? Все, что произойдет в течение года, это результат того, что установлено нам в эти дни. Это надо почувствовать. Ну, прикиньте, все, что произошло в течение года, сколько событий произошло в течение прошедшего года, все это было установлено, когда в Роша Шана, в Роша Шана, Йом-Кипур предыдущего года. И вот готовьтесь перед нами теперь весь план следующего года. Страх, страх Божий. Ужас. И так все это происходит в Роша Шана. Ну, а что в Йом-Кипур? Оказывается, что после того, как в Роша Шана Творец установил нашу рост, нашу судьбу, и зная природу человека, который просыпается к исправлению, только после того, как петух его клюнет, то дал Творец возможность человеку как бы подать апелляцию на пересмотр переговора. Эти дни между Роша Шана и Йом-Кипур называются 10 дней покаяния. То есть, этим надо заниматься весь год. Но в эти 10 дней, знаете, с петлей на шее, как-то легче. И тогда человек находится в подвешенном состоянии 10 дней. И на 10-й день окончательный переговор. Что это? Это и есть Йом-Кипур. Это день, когда еще что-то можно изменить. Еще можно что-то изменить. Теперь давайте углубимся, как это можно понять. Напрашивается первый вопрос. А как так может быть, что мета правосудия не срабатывается? Кто слышал предыдущие занятия, нетрудно догадаться, может только чуть напомним. Ведь в чем дело? Коротко. Не входя в глубину темы, иначе это нас только отключет. Все созданное по определению создано для определенной цели. И если это сотворенное не соответствует цели своего творения, оно автоматически должно прекратить свое существование. К примеру, если телефон испортился, его не могут починить, то несмотря, что там тысячи исправных деталей, ничего не остается, как отправить его в урну. сварили еду, но она несъедобна. Духи. Но нет запаха. Хищник, но без клыков. Растение, но не растет. То есть неизбежно суд происходит сам по себе. Так и человек. Он сотворен для определенной цели, и если к ней не движется, ее не осуществляет, то он автоматически судим. В наших понятиях, это если человек украл, у него рука должна тут же отсохнуть. Сказал злословие, язык должен отвалиться. Съел не кошерное, зубы должны раскрошиться. Это был бы справедливый суд, правосудие. Но что? Мы видим, что с человеком такой суд не происходит. По крайней мере, сразу. А тут и пробуждается вопрос. Как же в такой системе правосудия может пройти прощение? Ответ всем известен. Подробно говорили об этом в прошлый раз. Еще в самом начале Торы раскрывают нам мудрецы, что мир был сотворен в начале мерой правосудия, а потом к нему Творец добавил меру милосердия. Вот она и не дает совершиться правосудию моментально. Как это понять? Для этого, может быть, нужно приостановиться и обратиться к пониманию общего строения мира. Рамхаль в книге «Датвуноц» подробно описывает, как Творец управляет миром. С моментом Творения и до его завершения. Не только человек, как часть Творения, имеет конечную цель, для чего его сотворили, но и весь мир в целом точно так же имеет конечную цель Творения. То есть история всего человечества целенаправленно и идет к желанному концу. Но эта общая история составлена из индивидуумов. Каждый со своей историей. При этом есть, кто продвигает все человечество к цели, а есть, кто уводит налево, а то и в обратную сторону. Те, кто движутся в правильном направлении, их называют как? Праведники. А кто в обратном? Негодники, грешники. И этим последним грешникам, казалось бы, не должно быть места в Творении, ведь они приносят в мир зло. Но вот что выясняется. У этого зла есть своя роль в общей картине совершенства мира. Эта роль сразу не видна. Но по завершению всего цикла, когда все детали, все фрагменты соберутся в одно единое целое, тогда и прояснится, как зло служило добру, приводило мир к цели. Вот поэтому зло так прекрасно существует в мире и так быстро не уничтожается. Оно еще чуть глубже. Раскрывает нам Рамхал величайший секрет, что существуют два параллельных управления Творцом этого мира. Одно – это управление миром правосудия, второе – миром единства. Что это значит? Управление миром правосудия нам знакомо. Оно осуществляется на уровне индивидуальных. О нем мы все время и говорили. Человеку воздается точно по его заслугам. За хорошее полагается вознаграждение, за плохое наказание. И нет возможности это избежать. Это управление миром зависит от поведения человека. Делает добро, удостаивается добра и наоборот. Но параллельно с мерой правосудия Творец управляет миром посредством мира единства. Ее называют по-другому мазаль, судьба или предопределенность. Суть ее в том, чтобы привести все человечество в целом к желаемой цели единства Творца. Поэтому оно никак не зависит от деяния человека. Согласно этой мерой управления и устанавливается каждому человеку своя роль. Человек и судится согласно исполнению этой роли. Получается, что процесс суда над человеком двояк. С одной стороны он рассматривается как индивидуум мерой правосудия, а с другой стороны его судят как часть общего на основе той роли, которую он играет в истории всего человечества. Тогда и может быть, что данный конкретный человек как индивидуум нагрешил, и за это по мере правосудия ему полагаются пышные похороны. Но согласно своей роли как части общества, как золодея, или даже как простого статиста, он ее должен продолжить. Его как бы посылают на задание во имя общей цели. В образной форме говорят, что когда царю нужен для особой миссии какой-то там головорез, то его снимают с петли, с петли виселицы, на которые его хотели повесить из-за преступления против того же самого царя. Тогда ему не только что продлевает жизнь, но и создают новые условия для осуществления требуемой роли, а наказание за его прегрешение тем временем оттягивается. Иди, знай, может, новые доблестные успехи изменят его. Да и пробудет милость у царя, и он его помилует, а то и, иди, знай, прославит. Вот тогда-то и получится, что зло служило добру. Преступление против царя обратилось достижением во имя его блага. Вот так и осквернение имени Бога, порожденное недостойным поведением человека, может в конечном итоге превратиться в прославление его имени. Поэтому мы так и молимся в этот день. Отец наш, царь наш, мы понимаем, что нет в нас заслуг, тогда помилуй не для нас, для тебя. Так Творец ведет все человечество к своей цели, когда в конце проявится во всей ясности единства Творца, единый замысел, тогда и проясниться, как зло служило общей целью. Это и есть управление миром единства. И эту возможность прощения Творец сотворил еще в первый день творения, когда он был как бы один, когда как бы еще не было зависимость от деяния людей. Заметьте, что я все время говорю, как бы, чтобы не отходить на час от темы и не начинать объяснять, что имеется в виду. Поэтому вместо чтобы запутаться, я говорю, как бы. Итак, есть два параллельных управления этого мира. Поэтому там в конце дней могут осуществиться два сценария. Или придет Машея благодаря заслугам народа Израиля. И это будет тогда согласно мере правосудия. Или Машея придет вне зависимости от их заслуг. Благодаря чему? Мере единства. Поэтому и в молитве мы говорим, как сыновья или как рабы. Рабы мера правосудия, сыновья мера единства. Так вот, мера правосудия осуществляется в основном в Роша Шана. Мера единства раскрывается нам, каждый Йом Кипур. Поэтому в этот день, даже если недостойны его сыновья, и всеми грехами они создали реальность духовной нечистоты, и на первый взгляд не должны получить никакого прощения, тем не менее, при определенных условиях Творец в милости своей стирается, аннулирует эту реальность. Корень этого все прощения, как уже было упомянуто в том самом первом дне творения, когда Творец был как бы один, никак бы не зависел от творенных. И этот корень пророс, как бы реализовался гораздо позже. Это произошло в тот год, который поменял историю всего человечества. 3324 года назад евреи выходят из рабства Египта, чтобы стать народом, который взвалит на себя ответственность за весь мир. Это произошло когда 15-го Несана. Через 50 дней 6-го Сивана происходит Синайское откровение. Надеюсь, все, что описывается уже все знакомы с этим. Что произошло после этого? На следующий день наш учитель Маше поднимается на гору Синай и там находится 40 дней и получает небесную Тору. Но, увы, к сожалению, не дождавшись его, народ Израиля совершает грех. Грех золотого тельца. Маше спускается с горы со скрижалями завета, видит, что происходит. Он их разбивает. Когда это происходит? 17-го Томуза. Тверец хочет наказать еврейский народ. Но Маше начинает выпрашивать прощение. Это длится 40 дней. И 1-го июля Маше снова поднимается на гору Синай получить Тору. Там он находится еще 40 дней и спускается оттуда, но уже с новыми скрижалями завета. И в этот день Творец окончательно простил еврейскому народу при грешении золотого тельца. Это произошло, когда? 10-го Тишрея. Вот так была установлена дата первого Йом-Кипура. Это дата прощения еврейскому народу. И подобие этого прощения и происходит в каждом Йом-Кипур. Этот день несет в себе эту мистическую силу, позволяющую каждому еврею очистить себя от грехов и открыть новую страницу в жизни. Как говорят, начать жить с чистой совестью. Итак, подведем маленький итог. В каком-то смысле можно определить Йом-Кипур как некий механизм, который позволяет в рамках правосудия сохранить еврейский народ от исчезновения. Здесь любой любознательный человек с удивлением сматривается в историю человечества и не понимает, как могло так произойти, что все древние народы мира исчезли, вымерли, а только еврейский народ продолжает существовать. Смотрите, это чудо само по себе. Вопрос почему? Если будем искать ответ со стороны чисто технической, то причина в одном слове. Знаете, почему существование Йом-Кипура? Народы мира подвластны законам исторического процесса. Согласно этих законам, если в течение нескольких сотен лет у какого-то народа их коллективные прегрешения достигнут крестической массы, то этот народ постепенно сойдет со сцены истории. И этот закон легко проследить в истории человечества. Открою технику. Но в нем есть одно исключение евреев. Почему-то, несмотря на их непрегрешения, они не исчезают. Причина этого, они никогда к уровню критической массы прегрешений не доходят. Почему? Потому что каждый год Йом-Кипур основную часть их прегрешений стирается. Как бы обнуляет по плату счет заново. Ну, как вам это нравится? Еще как нравится? Отличные дети. Теперь можно спокойно вздохнуть. Главное дотянуть до Йом-Кипура. И тогда Бог все простит. Все прогрешения сотрется. Секундочку. Как мы это себе представляем? На кору лесим, в ресторане в субботу осетринку с красной икрой слопаем. Тут что-то стащим, там оскорбим. Будем орать? Да я ни в что не верю. А перейдем кипуром. Белые брюки наденем и из физиономии праведника появимся в синагоге? И нам Бог все простит? Давай прощай, я же тебе нужен. Так вот, выясняется, что такими, какими мы есть неисправными, мы никому не нужны. Таким особой роли никакой не выдаются. О, а вы же говорили, что прощение не зависит от того, что человек вытворяет. Верно. В подробности входить не будем. Но дело в том, что это правило всепрощения Йом-Кипура мистическим образом осуществляется только по отношению всех евреев вместе взятых к совокупности всех душ Израиля, к народу в целом. А вот на уровне индивидуальном эту меру милосердия Творца надо пробудить. Пробудить. Чего задаром не дается? Чтобы дверь открылась надо хотя бы в нее постучать. Чтобы вылечиться надо хотя бы рот открыть, чтобы лекарства принять. Да, Творец хочет нас спасти, но сначала надо, чтобы мы это захотели. Необходимо, чтобы человек сам захотел исправиться. Как это называется? Чува. Говорили об этом. И вот только тогда произойдет чудо, что чува это исправление, сожаление содеянным, со стороны человека пробудет волю Творца стереть это прегрешение, как будто его вообще не было.